Здравствуйте, уважаемые трейдеры, инвесторы. С вами на связи Виталий Кухта. У нас сегодня пятница. Пятница 23 октября. По пятницам у нас выходит открытый микрофон. Напомню, в понедельник, в среду у нас выходит битва аналитиков на канале АМаркетс. Сегодня мы обсудим, первое это рынок, свое мнение по рынку я скажу, это первое. Второе мы сделаем разбор торговых рекомендаций, которые я давал на этой неделе на битве аналитиков. Конкретные торговые рекомендации. Скажу, что я думаю сейчас по рынку. Обсудим, также разберем сделки моих учеников. Очень были хорошие сделки. Некоторые сделки хорошие на этой неделе по рынку. Скажем так, разберем сделки не только профитов, а и сделки со стопами. Чтобы было все по-честному. Не только там показываем удачные сделки, показываем и убыточные сделки. Итак, напомню еще, что вы можете всю информацию узнать по поводу торговых сигналов, обучения, управления на сайте Кухта Кепитал. Будут вопросы, пишите в Телеграм или в Фейсбуке, пишите, кому как удобно. Итак, давайте начнем в таком случае с анализа рынка и торговых рекомендаций. И закончим разбором торговых сделок. Хорошо? Итак, открываем терминал. Открываем евро-доллар. По евро-доллару. Итак, что у нас было по этому интересному инструменту? Итак, еще напомню, кто смотрел прошлый обзор, в прошлую пятницу я говорил, что я ожидаю евро-снижение. Находился я сам в шортах. Также напомню, я давал торговые рекомендации вот здесь, еще на прошлой неделе, 12 октября, я давал рекомендацию на шорт по евро-доллару. Мы очень хорошо отпадали по данному инструменту. Еще в пятницу я находился, у меня было мнение, что я ожидал снижения по евро-доллару. Но, скажем, понедельник я свое мнение изменил полностью. Я вышел с шортов по данному инструменту. Почему? Так как я увидел, как закрылась пятница. Вот эта пятница закрылась как-то с… выкупили ее импульсом таким наверх, да. Я посчитал, что здесь, возможно, будет лонг по данному инструменту. Там еще подневка, модель была торговая, очень хорошая. Поэтому, кто смотрел в понедельник битву аналитиков, вот смотри, как четко и какое понимание рынка у меня и у моей команды. То есть, с моим партнером, моей супругой. То есть, мы здесь вошли в шорт, я давал рекомендацию. Прошли все движение. Вот здесь перевернулись в лонг. Посмотрите, запись, кто еще не смотрел битвы аналитиков. Я дал рекомендацию на лонг. И мы очень хорошо выстрелили наверх, да. То есть, к уровню 1.18, там, 20, я говорил. Я ожидал еще уровень 1.20. Но, скажем, в среду на битве аналитиков я говорил, что евро-доллар возможно удерживать. Да, 1.20, кто желает. Конечно, здесь, возможно, коррекция. И, что самое главное, я своим подписчикам советовал выйти с евро-доллара полностью с покупок. Так как у нас по евро-доллару рисовалась дивергенция. Я эту дивергенцию, скажем, следил за ней с вторника, да, отсюда. Да, у меня уже вот здесь она насторожила. То есть, у нас была дивергенция. Но я пока сидел, сидел в рынке. Так как дивергенция на часовиках, она может иметь характер, скажем, какой-то небольшой коррекции. Дальше наверх, да. Мы сидели и в среду после битвы аналитиков я долго наблюдал. Наблюдал за евро-долларом. И вот в этой отметке здесь был небольшой сигнал на снижение по евро-доллару. Я думал, пойдет снижение. Написал в канале сигналов, что выходим полностью с покупок евро-доллара. Конечно, я локально ошибся, да. Потому что мы сделали еще небольшое движение наверх, 20 пунктов. Но в глобальном формате, скажем, я оказался прав. Да, мы вышли очень удачно. И вот это все движение мы забрали. Выходили, конечно, частями. И вышли с евро-доллара. И писал ребятам, что будем искать точки входа на покупку, на коррекции. У нас сейчас идет коррекция. Пока я точек входа не вижу по евро-доллару. Это будет, наверное, уже понедельник, возможно, вторник, среда. Где-то в таком формате будут рисоваться покупки. Буду советовать своим подписчикам. Возможно, на битве аналитиков покупку евро-доллара. Или уже что нарисуется. Возможно, какой-то шорт нарисуется. Почему? У нас может здесь пройти очень хорошая коррекция. Я вот здесь писал ребятам, что выходить с покупок, так как рисуется шорт-сигнал. Там есть у меня некоторые подписчики такие, скажем, которые каждое такое понимание понимают, что возможно это зашортить. То есть был сигнал на шорт. И один мой подписчик шортанул евро. И вот здесь прокатился, мы еще вчера с ним обсуждали снижение по евро-доллару. И, скажем, в каком-то легком формате. Здесь, возможно, падение на 1.18. Оно, в принципе, произошло. Я уже вечером посмотрел. Он здесь спрашивал меня, пойдет ли мы ниже. Так пока не смотрел. Это он там под вечер. Да, вот уже чуть-чуть попозже сказал, что возможность снижения, ну, в принципе, до 1.18 еще ниже ушли вниз. Поэтому евро-доллар пока сейчас я не трогаю. Если нарисуется покупка уже, возможно, сейчас текущих пойдет. Ну, я жду хорошего сигнала на дневном тамфрейме. То есть если нарисуется. Так как у нас, в чем здесь опасочка. У нас, возможно, здесь как маленькая коррекция, дальше уйдем наверх. Так, не исключая какую-то глубокую коррекцию и наверх. Конкретного сигнала хорошего я не вижу. Вот, допустим, смотрите, вот я данный обзор записываю не только с целью каких-то торговых рекомендаций, торговых аналитик. Я еще рассуждаю, скажем, с точки зрения обучения, чтобы вы не только там смотрели и торговали, а еще и обучались. Вот пример. Вот у нас здесь было хорошее движение наверх, импульсное. И смотрим хорошая коррекция, да. То же самое здесь. Хорошее движение наверх и может затянуться коррекция вот сюда, может еще пониже. Поэтому я буду очень осторожный с выбором точки входа. Если не будет хорошее, я пропущу. Или если там есть желающие, допустим, у меня есть подписчики, которые там желают больше торговых сигналов. Понятно, если больше торговых сигналов, они более рискованные. Я так и делаю пометочку, что это рискованный сигнал, да. Так как еще нужно понимать по евро-доллару, допустим, глобально, для тех ребят, которые там торгуют среднесрочно, еще нужно понимать, что евро-доллар у нас находится на максимумах. Давайте еще меньше сделаем. Да, вот так. Если взять такой крупный там фрейм за большой период, да, там за несколько лет, там 2-3 года, мы сейчас находимся на исторических максимумах, да. Мы подошли практически вплотную к максимуму 18-го года. А минимумы это у нас область паритет, да, один там с копейками 1.04, 1.03, который был в 17-м году. И у нас недавно был весной 1.07, да, это тоже минимумы хорошие. Мы сейчас, если взять в таком формате, контексте, мы находимся на максимумах. И вот кому интересно, я могу скинуть, скажем, личку или можете зайти на мой YouTube-канал или в комментариях под этим видео я выкладу информацию вот по поводу максимумов исторических, да. Вот если вот здесь мы находимся на исторических максимумах, то это близится к тому, что может быть хорошая коррекция или разворот. Как она будет в секущих, да, или с каким-то перехаем, то есть это уже без разницы, да. Если человек позиционно торгует среднесрочно, с небольшим плечом берет такие движения, то это возможно. Скажем, здесь есть предпосылки для шарта, то есть вот то же самое вот здесь, 18-й год, как евро разворачивалось, похожая картинка. Поэтому нужно быть очень осторожным, торговать всегда со стоп-лосами. Вот я на всех битвах аналитиков, свои торговые сигналы, которые я даю в канале, я все время, если даю рекомендации, говорю четко, берем позицию с риском определенным, там до 1% я светую, по желанию можете 2-3% заложить на позицию, обязательно ставить стоп-лосы, я называю стоп-лосы. Они иногда маленькие, там 20-30 пунктов, иногда 50 пунктов, в зависимости от ситуации и так далее. Поэтому это нужно учитывать. Это то, что касается евро-доллара на сегодня, какие мои мысли. На текущий момент явнее рынка по евро-доллару. Аналогично доллар-франк, здесь все то же самое, можем уйти как на более сильную коррекцию. Здесь есть какие-то предпосылки для шарта, есть зеркальный уровень, но для меня это пока слабенькая модель. Аналогично индекс доллара, они с долларом-франком, то есть вот тоже зеркальный уровень 93. Пойдет ли отсюда падение, возможно, какое-то локальное, да. Сильно поджимают, могут прострелить и хорошо уйти наверх, вот сюда. Поэтому для меня это вне рынка. Вот сейчас я, скажем, со временем, и мы с супругой обучаем, скажем, ребят, сейчас делим обучение и торговые модели, которые мы обучаем на таких двух форматах. Первый формат – это надежные модели, да, которые там формируются несколько дней, да. Их нужно ожидать, и их нужно торговать, да. А есть модели, которые там формируются чуть ли не каждый день, там через день, если больше инструментов. Их можно чаще торговать, но они несут у себя, скажем, такую ненадежность, да. Вот мы как раз сегодня будем рассматривать сделки учеников. Я скажу, вот эти сделки на 5 с плюсом, как всегда, эти сделки на троечку, да. То же самое, да, картинка одинаковая. Пока жду формирования моделей. Не исключаю рост евро-доллара с текущих, снижение доллара, франка, индекса доллара. Есть предпосылки. Это для меня слабые сигналы, но они возможны. Здесь есть уровни. Вот у нас как раз мы ночью протестировали 93. Аналогично франк 90. 80, там 5. Можем уйти, скажем, на какое-то снижение. Но это для меня пока слабый сигнал, но возможный. Фунт-доллар. Аналогично прошел накопление. Вот кто смотрел в среду битву, я сказал, что... Я хотел, кстати, вот был выбор в среду дать рекомендацию по покупке фунта. Но так как фунт уже мы записывали, вот взять битву, мы записывали в 10 утра. То есть где-то вот здесь уже торговался фунт-доллар. Вот я утром, когда делал обзор, разбор рынка для себя, для своих учеников, для канала сигналов. Я наметил фунт в покупку и хотел дать рекомендацию покупка фунта, почему здесь было очень хорошее накопление. Отсюда я понял, что оно, скорее всего, будет... Вот еще кто смотрел в пятницу прошлый обзор, я находился в шарке. Я потом вышел, так как больше склонялся к лангам. И слишком же было высоко, ну, скажем, у меня ученик один покупал, вот здесь фунт-доллар. Стрельнуло очень хорошо на две фигуры. Поэтому я не давал в среду фунт-доллар, дал там нефть, мы сейчас о ней поговорим. По фунту, аналогично как евро-доллар, идет коррекция. Сейчас после хорошего выстрела. И нужно наблюдать. Пока рано покупать для меня. Возможно, мы уйдем. Я же говорю, сейчас это все рискованно. Такие модели я стараюсь уже не торговать. Так как у нас здесь присутствует вариант и более сильной коррекции, и снижения, и даже, не исключая, какого-то сильного вала. Как и по евро-доллару. То есть это такая альтернатива. Альтернатив. Это нужно понимать. Поэтому фунт. Я пока жду хорошей, понятной модели формирования. Не исключая рост текущих. Так, все остальное пока неинтересно. Ну давайте нефть. Поговорим о нефти. Нефть. Очень красиво. Даже кто активно следит за мной две недели. Последние, да, условно. Почему две недели? Еще две недели назад. Вот мы с Артемом попросили дать комментарий или прогноз по нефти. Так как он давал покупки. Он все время покупает нефть. Ну, скажем, не все время, а за последние две недели он советует только покупку нефти. Я что сказал? Посмотрите, еще прошлый понедельник. Вот здесь мы торговались. Вот здесь. Я не помню, какая здесь дата была. Но помню по графику. сказал, что я бы рассматривал нефть в шорт. Но, скажем, на то время для меня цены были неинтересны для шортов. Я бы, я сказал, что отметочка, вот эта верхняя зона, вот эта, да, вот эта для шортов. Вот это интересно. И мы, скажем, раз, смотрите, раз подошли, отбились там 200 пунктов. Еще раз подошли, немножко прокололи, да, то есть это не всегда ожидаемо. Еще раз там почти 200 пунктов, да, сходили. То есть, и как раз, когда мы подошли к верхней границе, я дал рекомендацию в среду на шорт по нефти. Очень хорошие цены были. Конечно, своим подписчикам я в среду давал утром. Еще получим ценам, где-то 41.50, 41, там, вот в такой отметке, 41.40, 41.50. Точка входа была на шорт, на битве аналитика это уже было чуть позже, там, цены похуже были, пониже, где-то 41.20. Цели я ставил, какие по нефти? 40. Это первая цель, мы ее сделали. Своим подписчикам писал, закрыть часть сделки. Дальше ожидаю на 39 и, возможно, пониже на 37, как вариант. На текущий момент, что по нефти? И кто зашел в шорт, можно сидеть в шорте. Вот у меня есть ребята, которые сидят еще в шортах, часть сделки удерживают. И сейчас вопрос, пойдем ли мы с текущих как-то вот так в шорт, да? Или какой-то еще будет вынос чуть-чуть более, снова в район, там, 41.50 плюс-минус и дальше вниз. Это сложно сказать. Ну, пока для меня не в шортовое, в среднесрочном формате, да, там, на несколько недель. И в каком-то таком более глобальном формате я ее ожидаю еще ниже, 36, 35, туда пониже. Ну, будем смотреть, наблюдать, если структура этого все будет меняться, там, я буду менять свое мнение. Поэтому сейчас какая-то коррекция происходит по нефти. Какую она форму будет иметь, пока мне сложно сказать. Возможно, здесь пойдет и лонг, то есть, произойдет что-то. И мы будем пробивать, там, отметку 42 и улетим, там, на 45 и так далее. Ну, пока вот такая ситуация у меня. Так, поговорим еще о золоте, да. Так, по золоту, что у нас? Золото советовал покупать своим подписчикам вот в этой отметке. Мы хорошо стрельнули наверх. То есть, я ставил цели вот сюда локально первые цели, еще сюда ставил цели. И ожидал золота повыше. То есть, там, часть зафиксировали, не кто-то там все зафиксировал. Там один, ребята зафиксировали все. Конечно, скинули его сильно. И вопрос возникает, что это было? Просто откат такой сильный. Потому что этот откат произошел снова в район трендовой, в район сильной поддержки, которую мы удерживали вот здесь. Пока мы находимся выше этой поддержки, я не исключаю, что мы можем дальше уйти в лонг. Если ее будем пробивать, то здесь, скажем, есть зона для хорошего падения 1800, получается, 50 и, возможно, ниже. Поэтому, еще нужно, конечно, наблюдать. Пока я за покупки, я золото не торгую на данный момент. Но пока такое ощущение, что это просто скинули, донабрали позицию. Буду, конечно, наблюдать за форматом отката. Если он нарисуется шарто, я буду шартить. Но пока я за покупки, возможно, там даже куплю попозже. Посмотрим. Так, ну что еще? Давайте S&P, поговорим о S&P. Dow Jones. Общался вчера с учеником, я ему написал. Так как ребята у меня шартили S&P 500. Вот я сейчас покажу сделки. Вот здесь, на хаю, вот этом, в районе 35. 0,0. Шартили. Здесь ребята тоже спрашивали, шарта отработалась. Я написал, что здесь рисуется лонг. Мне кажется, лонг по S&P 500. Вот у нас коррекция закончилась, и мы будем дальше расти. То есть у нас движение наверх, коррекция. Удержали поддержку. Кстати, по Dow Jones более красивая картинка. И мы сейчас можем уйти наверх. То есть на перехай вот этот и вот этот. То, что я ожидаю по S&P. Dow Jones более красиво. У него такой уровень. Так, 28, там, 0,0. Вот одна точечка, 2, 2, 3, 4, ложный. Вот вчера как раз я видел вечером, что здесь рисуется лонг ситуация. Хорошие точки были для покупки. Писал ученикам. Точнее ученику своему, который там спрашивал по S&P 500. Ну, посмотрим. Ну, давайте 5 минут уделим сделкам. Доллар иена. Сделка ученицы Натальи. Стоп-лосс получила и профит. То есть стоп-лосс. Она шортила вот здесь. То есть видно. Здесь сработал стоп-лосс. Небольшой, там около 15-20 пунктов. Я тоже давал рекомендацию своим подписчикам канал шортить доллар и иену. Но здесь мы выходили. То есть я писал, здесь выходим. То есть там небольшой минус. Минус 5 пунктов. Почему? Начали заворачивать. Здесь даже некоторые ученики мои покупали. Там я сделки не буду показывать. Дальше вот Наталья перезашла. То есть после получения стопа. Перезошла в шорт. И хорошее движение взяла вот здесь вниз. Аналогичная сделка в Алексея. Ученика на шорт. То есть в районе там 105.50. Он зашортил и взял практически все движение. То есть вышел. То есть не в тот же день, когда шортил. Вышел на следующее утром. Очень красиво. Очень красиво. Стоп-лосс. Профиты. Канадский доллар. Вот здесь, кстати, была у меня дилемма. У учеников они пытались и покупать. Кто-то только шортил, кто-то покупал, закрывал минус. Потом переворачивался в шорт. Потому что я говорю, ситуация двоякая. Вот такие сложные ситуации. Это аналогично, как евро-доллар. Сейчас фунт-доллар. Ситуации такие сложные. Точка входа в шорт. Алексея сделка и профит. Да, вот аналогичная сделка в Наталии. Смотрите. То есть ученики торгуют одни и те же инструменты. По одним и тем же моделям. Где-то ошибаются. Получают стоп-лосс. Где-то фиксируют раньше. Так, канадский доллар. Ну, вот эту сделку, я кажется, показывал уже. То есть покупка, профит. Дальше снова покупка, точка входа. Закрытие в небольшой минус. И переворот в шорт, потому что начинает задавливать. То есть здесь одно ожидание. То есть картинка технически меняется. Человек, трейдер переворачивается. То есть нужно идти в ногу с рынком. То есть что он технически показывает, какой паттерн рисует. То есть и движение вниз неплохое. Наталья взяла. Дальше. Что интересно еще. Новозеландский доллар. Сделка по модели 2. То есть это надежная модель. Неплохая сделка. Конечно, здесь есть небольшой минус. Один. Не буду вдаваться в детали. Это все для учеников. Я уже, в принципе, разбирал с ними эти моменты. То есть вот в шорт. Я, кстати, вот здесь тоже рассматривал шорт. Как раз обсуждал с ребятами. Очень хорошая модель. То есть модель 2. Кстати, вот посмотрите на канале Амаркетс и на своем YouTube-канале я выкладывал раньше обучающий вебинар по поводу торговой стратегии. Вот здесь, кстати, рассматривалась данная модель. Кстати, вот отработана. Шорт зафиксировано. Два выхода частями. То есть молодец. Так, от S&P 500 мне очень понравился. Вход по модели L. То есть такая моделька интересная. Контр-тренд. Это модель контр-тренд. Ну, там можно и по тренду, конечно. Но в данном случае это был контр-тренд. Шорт S&P 500. Неплохое движение было взято. Здесь мы еще чуть-чуть ниже отпадали. Здесь в моменте сделки, которые присылают. Ученики в клубе. То есть очень красиво за шорт. Молодец. То есть модель, вот, новозеландский доллар по модели 2, которую я публично уже показывал. И D, модель L. Это для учеников в закрытом формате. И вот покупка фунта Алексея. То есть то, что я рассказывал, очень хорошо ушло наверх. ТВХ в лонг. Вот фиксировано. Так, на этом закончим. С вами был на связи Виталий Кухта. Будут вопросы, пишите в комментариях. Пишите в личку в Телеграме. Я доставлю контакты под видео. В принципе, я думаю, вы знаете мои контакты. Всю информацию можете уточнить на сайте Кухта Кепитал. В удачной торговле будут какие-то хорошие торговые рекомендации. Я уже буду давать на битве аналитиков. Сегодня у нас только разбор рынка. Мнения. Пока хороших моментов нету, плохие моменты, я не буду давать рекомендации. Почему? Потому что вы получите потом стоп-лосс и я останусь виноват. Это как всегда, как работает. На сайте вы можете ознакомиться, кстати, не только с материалом по обучению, по сигналам, по управлению. Вы можете также изучить. Иногда, когда у меня есть время, я публикую интересные статьи. Статьи как авторские, так и где-то я занимаюсь копирайтингом. Почему? Потому что считаю, что эта статья полезна, интересна. Ее стоит изучить. Можете. Кстати, там нужно пролистать историю. Смотрите за этот год, текущий 2020, 2019. Очень много полезных статей и видео. По поводу торговли и обучения на рынке. И, в общем, по трейдингу. Все. Всем до свидания. С вами был Виталий Кухтан. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok.